На минувшей неделе стало окончательно понятно, что экс-мэра Уфы, а ныне все еще сенатора Совета Федерации от Башкортостана Ирика Елалова, нынешние власти Башкортостана окончательно прокатили с продлением его полномочий в Верхней Палате Парламента России. Ирика Ишмухамедович не примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», и, соответственно, не станет формальным депутатом Госсобрания, а значит, его полномочия в Совете Федерации автоматически прекращаются уже в сентябре этого года. Произошло это, безусловно, потому что Елалов так и не встроился в систему команды Хабирова, так и не занял сколько-нибудь серьезное место в политической иерархии Башкирии и Российской Федерации. Кстати говоря, в отличие от сенаторки Гумировой, второго сенатора от Башкирии, которая отлично научилась читать стихи и плясать перед Путиным, тем самым обеспечив себе продление этих полномочий в Совете Федерации. Предпримет ли Елалов какие-то попытки создать конкуренцию Хабирову на будущий год на выборах главы Республики Башкортостан или предпочтет выпросить в Москве какую-нибудь теплую должность взамен на его заслуги в Совете Федерации. Собственно, заслуг этих немного, но все члены Совета Федерации, которые голосовали по важным украинским вопросам в феврале, марте, июне минувшего года, конечно же, могут рассчитывать на благосклонность кремлевской власти. И потому Ирик Ишмухамедович сейчас перед тяжелым выбором. Либо политическая борьба, или ее имитация, либо теплое место в Москве и спокойная старость. Ну, посмотрим, станет понятно, какой выбор сделает Елалов уже в ближайшие полгода. И будем, как обычно, наблюдать. На ушедшей неделе Башкирию посетил полпред Поволжского федерального округа Игорь Комаров. В официальной хронике все было благостно и чистенько. Хабиров прогуливал высокого гостя по заранее продезинфицированным поверхностям. Все улыбались, похлопывали друг другу по плечу. Но за кулисами этого события все было не так благостно. Башкирия провалила план по поставке федеральным властям контрактников и добровольцев на СВО. Не выполнила этот план даже на 50%. В связи с чем, во-первых, госслужащие и чиновники впервые в истории лишились премии на майские праздники. Да и, в общем-то, было рекомендовано снимать брони с чиновников и сотрудников администрации и органов власти. То есть добирать контрактников и добровольцев из их числа. Ну, Хабирову, собственно, нечего было сказать в свое оправдание, кроме того, что теперь он будет со всей республики в обязательном порядке возить детей в парк Патриот учиться стрелять. Не знаю, насколько это утешило господина Комарова, по-моему, выглядело слабенько. Усилило раздражение московского проверяющего и неприятное событие, которое случилось в Демском районе города Уфы. Ночью неизвестные вандалы залили кроваво-красной краской памятную табличку, расположенную на доме, в котором жил убиенный боец СВО. Дом этот расположен на улице Островского в микрорайоне Дема. Правоохранители по видеокамерам пытаются отыскать злодеев, но мнение федерального начальства от этого уже, конечно же, не изменится. И подозрение в том, что в республике царит нездоровая атмосфера и в некогда спокойном электоральном султанате что-то меняется, начинает укореняться у московских федеральных чиновников. Как говаривал кумир российского интернета Отто фон Бисмарк, правду нельзя купить, но ей можно помочь материально. И это действительно так. Мы благодарны всем тем, кто помогает нашему каналу материально. К сожалению, это можно сделать единственным способом, перечисляя пожертвования на тот расчетный счет, который мы указываем. Много не надо. 100-200 рублей в неделю ощутимо поддержат наш канал и позволят нам рассказывать вам правду дальше и дальше. Возможно, в связи со всем вышесказанным, на этой неделе Хабирова демонстративно не пригласили в Ташкент на выставку Инопром. К слову сказать, на этой выставке были все губернаторы Поволжского федерального округа со своими делегациями. Там блистал и предводительствовал всем этим султан Татарстана господин Миниханов. В общем, конечно, обидно получилось. А ведь так хотелось понежиться под жарким самаркандским солнышком Радио Фаритовичу. Так хотелось насладиться вновь античными мозаиками и прочим узбекским пловом, но не вышло. Складывается впечатление, что все вот эти как бы успехи, как бы на международном уровне нашего главы региона вовсе не в его власти, а во власти московских кураторов. Придумывая в панике, как бы понравиться московскому престолу, хабировцы думали, думали, думали и придумали. Принято решение нещадно штрафовать физические и юридические лица за отсутствие на фасаде административных зданий знамени Победы. Вот нету знамени Победы на фасаде в праздник штраф, причем штрафы приличные. Ну, собственно, нигде не объясняется, где приобретать эти знамена Победы, по какому стандарту они должны быть изготовлены и кто их производитель. Вот вешайте и все. Что же дальше? Ну, по всей видимости, в планах введения обязательного ношения значка «Помню деда, люблю Путина». Возможно, введут штрафы для физических лиц за молчаливое неодобрение или за слишком неохотное выкрикивание лозунгов одобрения или что-то подобное. Потому что, судя по всему, предела фантазии вот этой вот репрессивной машины не существует, а местные власти не могут доказать федеральным властям то, насколько хорошо они стараются и как здорово воспитано население в республике. Вот придумали теперь обязательное вывешивание знамени Победы. Не все знают до конца, что такое знамя Победы, как оно выглядит, какого размера, какого цвета, что на нем, кстати говоря, написано. Но теперь все чиновники Башкирии, сломя голову, несутся, дают задание своим подчиненным найти во что бы то ни стало это знамя. За оставшиеся несколько рабочих дней нужно найти и выдрузить должным порядком это дело все на фасад. Иначе оштрафуют. В Уфе тихо, незаметно, в закрытом режиме продолжается суд над Лилией Чанышевой, внесенный в списки террористов и экстремистов. На минувшей неделе сторона обвинения запросила у суда дать ей срок 12 лет. Ну, по моим эмпирическим предположениям, суд даст ей, наверное, 10 лет. И речь вовсе не о том, как российское правосудие расценивает деятельность, поступки, деяния Лилии Чанышевой. Речь о том, что молодой женщине, у которой еще нет детей, окончательно ломают жизнь, по сути, лишают ее возможности стать матерью, женой и полноценным членом общества. Ну, действительно, какие-то запредельные сроки. И посмотрим, конечно, чем это все обернется. Остается надеяться, конечно, что Лилия Чанышева отсидит не от звонка до звонка, а от звонка до Лебединого озера. И, возможно, что ее судьба будет не столь трагична, как были судьбы ранних революционеров России конца 19-го начала 20-го веков. Но, конечно, такие срока и такие, на мой взгляд, людоедские запросы, они, конечно, честно говоря, пугают. И, кстати, после публичных извинений перед Лилией Чанышевой от иноагента Ростислава Мурзагулова, мы, конечно, как прогрессивная общественность ждем ровно таких же извинений от всей его команды, от Шамиля Валеева, Камиля Бузыкаева, ну и, конечно же, Урала Кельсинбаева, который неразрывно связан с Мурзагуловым и является его протеже в нынешней системе власти. Или же все они уже давно отреклись от своего недавнего покровителя и шефа, благодетеля, человека, который, по сути, вывел их на те позиции, на которых они сейчас находятся. О кадровом голоде и кадровой чехарде в республике Башкортостан сказано и написано немерено. Мы уже перестаем удивляться нелепым назначением и перемещением чиновников, вот, например, совсем недавно поменялись своими местами заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и глава Уфимского района. Господин Ельников стал главой Уфимского района, а господин Угаров стал заместителем министра ЖКХ. Впрочем, с последующим перемещением в кресло депутата госсобрания, как теперь стало известно. Ну, вот такое вот уже не смешно. Но на минувшей неделе мэрия Уфы все-таки смогла нас развеселить. Асгат Хайрулин, бывший вице-мэр по строительству при господине Мустафине, опять вернулся в мэрию уже к господину Мавлиеву и на ту же самую должность, но сумел проработать на этой должности всего 14 дней. И написал заявление по собственному желанию, и, как говорится, отбыл в неизвестном направлении. Есть несколько версий того, почему произошло вот это комическое метание по кабинетам. Одна из этих версий, которую транслируют все те же самые злые языки, утверждает, что силовики воспротивились этому назначению и заявили, что господин Хайрулин не ответил еще за старое. Я не присоединяюсь к этой версии. Другая версия гласит о том, что происходит некая развесовка чиновников в строительной сфере в Республике Башкортостан. И с приходом Раделя Саетова потребовалось уравновесить его странную неоднозначную фигуру кем-то в мэрии Уфы на посту не менее значимым. Потому что вице-мэр по строительству фигура не менее значимая, чем заместитель министра строительства, например, всей Республики Башкортостан. И именно заместителем министра строительства Республики Артема Ковшова сейчас прочат на место ушедшего спешно Асгата Хайрулина. Ну, Артем Ковшов, конечно, личность известная. Станет ли Артем Ковшов в Филипповом 2.0 в мэрии Уфы, мы узнаем в ближайшее время. Безусловно, вот это метание по кабинетам не приносит ничего хорошего отрасли. Документы, наоборот, стоят. Интересы несбалансированные. Банды и группы чиновников пока пребывают в некотором недоумении и на всякий случай ничего не делают. В общем, все это, конечно, разрушительно сказывается на экономике региона. Но куда деваться? Вот это кадровая чехарда и кадровый голод, тасование колоды, в которой осталось совсем немного карт и прочее-прочее. Поживем, увидим, посмотрим, как сложится судьба Артема Ковшова, если вдруг он попадет в мэрию Уфы. А сама Уфа минувшую неделю провела в привычной показухе в пыли и мусоре. Мэрия устроила торжественный запуск фонтанов города с такой помпой и с таким напором, что как будто бы они заново построили все эти фонтаны, а вовсе не просто повернули какой-то там вентиль, но и вышло, кстати говоря, повернуть вентиль не очень. Хилое журчание в некоторых особенно заржавевших фонтанах жители Уфы ехидно назвали грустной струей Мавлиева. А еще Ратмир Рафилович сажал 100 лип на проспекте Октября и окончательно завоевал звание липового мэра Уфы, что, собственно, случилось бы в любом раскладе, даже если бы он взялся сажать там кедры, сосны или баобабы, но 100 лип – это, конечно, символично. Гнев уфимцев вызвало устройство антиостановок. В центре столицы вместо привычных, традиционных и безопасных карманов, которые устраиваются в сторону тротуара в районе остановок, устроили что-то странное. Теперь у нас есть островки, которые выступают на проезжую часть. Эти антиостановки, очевидно, опасны для тех, кто ими пользуется, потому что рано или поздно какой-то водитель, тем более водитель автобуса или еще чего-нибудь, он обязательно прошляпит эту антиостановку, или не увидит, или не рассмотрит, или там зимой. Но неважно, что это рано или поздно случится, и пострадают люди. Я не знаю, соответствуют ли эти антиостановки стандартам безопасности устройства автомобильных и городских дорог. Это вопрос скорее к полковнику Севастьянову, который, безусловно, тоже участвовал в этом процессе, потому что без его визы, без согласования с ГИБДД, наверное, подобная реконструкция невозможна. Ну, в общем, это все какой-то тихий ужас, это абсолютное блокирование и без того не очень хорошо организованного движения в центре Уфы. Масса вопросов, как теперь ездить по полосам, если выделенная полоса для автобуса теперь перекрыта, по сути, вот этим островком. В общем, ну, вопросов более чем достаточно. Ответы на эти вопросы, прямо скажем, такие вяленькие. Кто-то там из мэрии вскрикнул, что вы ничего не понимаете, вы олухи и дураки, которые не понимают последних веяний европейской манеры устройства городских дорог. Ну, я не уверен, я в Европе не видел вот подобного безобразия. Почта нашего канала по-прежнему многообразна и огромна. Заранее извините, если мы не справляемся с ее объемами, если мы кого-то не включили или не успели включить в наши выпуски, мы стараемся делать это по максимуму. В прошлых выпусках мы несколько раз освещали историю с мусорным апокалипсисом села Курьетмасово, Довлекановского района. И вот жители этого села и этого района продолжают нас информировать о том, как там обстоят дела. Вот свежие фото того, как все свалки этого села, кроме одной, которая находилась за школой, остались на своих местах. Свалки процветают, пополняются, и местные власти, судя по всему, решили переждать. Они верят в то, что им за это ничего не будет, из Уфы это не заметят, Министерство экологии не до этого, и вот как бы вот пускай все вот так будет. Тем временем вот эту свалку, которая там разрастается в районе этого села, уже видно со спутника. Мы вам показываем эти фотографии. А еще нам прислали фотографии того, как вообще ничего не убирали этой весной на территории вокруг домов номер 9 и 11 по улице Николая Дмитриева в Уфе. При этом жильцы утверждают, что они исправно платят все платежи, в том числе за уборку прилегающей территории. Вот это вопрос уже господин Мавлиеву, который нам тут показывал ролики по БСТ, как все в едином порыве метелками тут один-единственный проспект Октября. А вот на улице Николая Дмитриева никто даже и не вздумал чего-нибудь подметать, а денежки собирают. А вот это уже ужасающие фото из Бирского района Республики Башкортостан. Тут, как говорится, без комментариев. Фото сделано грамотно с геопривязкой, датой и указанием местности. Тут уже, как говорится, не отболтаешься. Не на шутку взбудоражил россиян отмена бессмертного полка в 2023 году. Патриоты-любители истории негодуют, недоумевают, сетуют и расстраиваются в социальных сетях. Власти объяснили это решение соображениями безопасности, то есть наличием неких опасностей для тех, кто будет собираться на майские праздники, больше трех человек с плакатиками и фотографиями предков. Мы решили прояснить, насколько действительно россияне восприняли вот эти угрожающие сообщения власти и провели опрос в нашем телеграм-канале. Результаты оказались, прямо скажем, неожиданными. 55% опрошенных разделяют беспокойство властей за безопасность населения во время празднования 9 мая. 42% опрошенных не поверили властям и считают, что все окей и угроз никаких не существует на данный момент. А вот 3% проголосовавших и вовсе, несмотря ни на что, намерены пойти на празднование бессмертного полка, даже если оно не будет проводиться. Видимо, для этих 3% в супермаркетах Уфы до сих пор продается инвентарь для бессмертного полка. Вот эти вот заготовочки, куда можно вставить фотографии, ленточки и прочая-прочая атрибутика. Ну, от себя отмечу, что вот в этом опросе на нашем телеграм-канале «Открытая политика» участие приняли существенно меньшее количество людей, чем обычно. И, судя по всему, тема 9 мая все меньше и меньше занимает головы глубинного народа, изможденного нарзаном, ипотечными платежами и низкой инфляцией. Завтра, 30 апреля в 21.00 на нашем канале состоится 82-й стрим «Открытой политики». Подключайтесь, обсудим, отвечу на ваши вопросы. Кроме всего прочего, можно присылать вопросы и заранее. Лучше всего это делать в комментариях под вот этим нашим сегодняшним видео. Их я обязательно увижу и постараюсь на все на эти вопросы ответить. Так что завтра в 21.00 по уфемскому времени жду вас всех, подключенных к стриму «Открытой политики». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok